Сегодня 17 ноября, среда. Смотрите в выпуске. Ачинцы ринулись в МФЦ за QR-кодами. К концу вчерашнего дня было около 120 талонов. Есть ли очереди и как вообще работает эта система, узнаете далее. Дорожники и чиновники рапортуют об успехах в борьбе со снегом. А мэр лично проверил, как идет уборка снега в Ачинске. Вся засыпана и убрана, не очищена. Почему они не работают? А еще сделали для вас подборку важных новостей, которые вы могли пропустить. Вау, только неделю в Нодомаркете! Скидка 25% на постельное белье! С 16 ноября QR-код о вакцинации, кроме госуслуг, можно получить и обратившись в МФЦ. Теоретически, там же можно получить документы о медотводе и о перенесенном заболевании. Ачинцы пока о сбоях и очередях не сообщали. Поэтому смотрим сами, как работает система выдачи сертификатов. Здравствуйте! Скажите, а много выдано талонов на выдачу QR-кодов и сертификатов? Да, на сегодняшний момент, сейчас я вам скажу, около 40 талонов выдано. Уже около 40? А вообще, вот так, изо дня в день сколько примерно? Вчера, к концу вчерашнего дня было около 120 талонов. 120 – это четверть от общего числа талонов за день работы МФЦ. За помощь обращаются в основном люди пенсионного возраста. И все они по каким-то причинам не могут сами получить QR-код. Нет принтера, они зарегистрированы на госуслугах или не получается освоить гаджет. Петр Николаевич пришел в МФЦ по совету родственников. Ждет всего 10 минут, говорит мужчина. Уверен, что скоро получит свой код. В общем, прививку делал я на стройке живу. Во второй поликлинике я думал, что его там и дадут. Ну а потом мне сын объяснил, что нужно сюда ехать. А сами не можете зарегистрироваться? Конечно нет. У меня есть такой смартфон, но я пока еще в нем не разбираюсь, только купила. А почему справка мне нужна? Я выступаю, хожу, пою. А конкурс, такая реча, а без справки не пускают. Чтобы получить код в МФЦ, с собой нужно взять паспорт из НИЛС и обратиться к администратору. Специалисты МФЦ говорят, если получить код самостоятельно совсем никак не получается, или человек не умеет этого делать, его направят в одно из 25 окон, и сотрудник центра поможет зарегистрироваться и распечатать заветную бумажку. Есть и зона самообслуживания. Здесь горожане могут самостоятельно распечатать код. Если возникнут вопросы, специалисты проконсультируют и помогут. Отмечу, мы приехали в МФЦ в половине одиннадцатого, и при явном спросе на услугу получения кода большой очереди за талонами мы не увидели. Однако совсем скоро все может измениться, так как накануне правительство внесло в Госдуму законопроекты о продлении и расширении действия QR-кодов. Так, после принятия закона на всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, учреждения культуры и спортивные центры, а также отправиться в поездку поездом или самолетом, смогут только те, кто предъявит QR-код с подтверждением о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Причем до 1 февраля 2022 года, помимо кода, можно будет предъявить и отрицательный результат ПЦР-теста. А вот уже после 1 февраля ПЦР-тест поможет только тем, у кого есть медотвод. Действовать эта мера будет до 1 июня следующего года. Все ограничения вводятся только на взрослое население и не распространяются на детей и подростков до 18 лет. Николай Черемных, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Промахи в работе дорожных служб накануне отметил мэр Александр Токарев. Снегопады Ачинцы всегда жалуются на уборку магистралей и тротуаров. Градоначальник убеждается сам, повода для недовольства людей хватает. С первого проекта ни одна остановка не убрана, не подсыпана. Подъездные пути для автобуса, так возможно, будет подсыпан для людей, для пешеходов, для того, чтобы спокойно можно было пройти безопасного автобуса. Подсыпки нет. Сейчас мы с вами попробуем позвонить на горячую линию, с которой у нас ответ. Ну, так они и работают. Такой тайный рейд без предупреждения городских служб мэр Александр Токарев делает накануне. Уведенным, судя по реакции, остался доволен листер. А что необходимо сделать, чтобы по улице первого все автобусные остановки подсыпать? Ну, вот еще раз, у нас центральные улицы все убраны. Это Лапенково, это Кравченко, периферия абсолютно вся засыпана и убрана, не очищена. Почему они не работают? Такой разговор с представителем Центра обеспечения жизнедеятельности. Эта структура отвечает за все горхозяйство и дороги в том числе. Сегодня сотрудник ЦОЖ объясняет, изменится ли ситуация после взбучки от мэра. В первоочередном городе у нас уборка происходит по маршрутам автобусов. Это первоочередная схема, а далее уже остальные улицы города. Но пытаемся по возможности охватить все улицы города по максимуму, соответственно. Муниципальные территории города у нас убирают, соответственно, подрядные организации. Дороги, это у нас группа СТК. Парки, скверы, их территории, это спецтехачинск. Ну и в рамках ДОП-соглашения, в рамках соглашения на улице города у нас также работает русал. Напомним, накануне новости ОСА рассказали, как и кто должен убирать снег. По словам независимого эксперта в сфере ЖКХ из Красноярска, по всем нормам, с тротуаров и подходов к переходам, снег и наледь нужно убирать полностью. По возможности их подсыпать, причем ежедневно. Техники на дороге, по словам Струговец, выходят 25 единиц. И больше машин по сравнению с прошлой зимой не стало. Увеличить автопарк городское предприятие группы СТК к новому сезону тоже не удалось. Городские тротуары в основном убираются вручную. В начале этого года власти на борьбу со снегом привлекали предприниматели и их технику. А новости ОСА встречали горожан, которые по своему решению чистят снежные дорожки. Потому что всегда есть те, кто недоволен жизнью, и те, кто меняет ее к лучшему сам. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Вау, только неделю в Нодомаркете! Скидка 25% на постельное белье! У тебя есть бизнес, и ты не знаешь, как продать утюг? А может, ты варишь вкусный кофе, и о тебе не слышали? Просто закажи рекламу. Реклама на ОСЕ во всех социальных сетях и телевизоре. Поможем продать даже слона? Только до 30 ноября минус 20% на обновление дома. Диваны, амулет и соренто. Сеть мебельных салонов КМК. Всегда удобно. Оптика аптечного центра губернской аптеки перешла на новый режим работы с 8 до 20 часов. Подбор очков и контактных линз. Выбор правильной оправы и аксессуаров. Распродажа оправ. Цены снижены до 50%. Капли и витамины для глаз. В общем, все необходимое для коррекции зрения и здоровья ваших глаз. Работаем без перерыва и выходных. Фармацевтический центр губернской аптеки. Улица Кравченко, 7А. Игра на миллионы. Очень подозрительная история, похоже, закручивается на улице Гагарина. Мэрия признается, это она заказала здесь изыскание под будущее строительство. Казалось бы, все. Радость и точка. Но после такого признания, вопросов и сомнений лично у меня появилось еще больше. На пустыре, где раньше были бараки, началось движение. Тут уже месяц работает буровая установка. Новости ОСА рассказывали. Эта бригада проводит исследование земли под застройку. Нам показалось странным, что этот участок еще весной осматривали власти и представители Русала. Под возможное строительство мини-полиса. Как о нем перед выборами говорил менеджер компании, это несколько домов с соцобъектами. В октябре этот участок и по соседству на Калинина мэрия выставила на торги под строительство. Калининский надел забрала компания, которая строит алюминиевый завод Русала в Иркутской области. Вроде все складывалось, но внезапно мэрия отменяет торги на оба участка, как заявили власти из-за нехватки мощностей для тепла и водоснабжения. Прошло немного времени и уже мэрия сама затевает изыскание под застройку на этом же участке. С чего и за чей счет отвечает представитель пресс-службы администрации. Данные работы проводятся для того, чтобы определить, какие объекты можно строить на данном участке. Мэрия рассматривает возможность использования данного участка в рамках комплексного развития территорий. Это, соответственно, не просто точная застройка. Данные работы проводятся по нашей инициативе. Мы в свою очередь понимаем, что ситуация, которая связана с недостатком тепловой мощности, в какой-то момент она в любом случае будет решена. И для того, чтобы нам понять, что дальше, то есть все-таки иметь пустыри в городе Ачинске, это не совсем правильно. Вроде все складно. Но уже три дня мэрия не может или не хочет уточнить сумму этого заказа. И объяснить, откуда взялись в бюджете эти незапланированные расходы. Мы сами обзвонили сегодня несколько красноярских компаний, которые делают изыскания. Средняя цена составляет 7 тысяч рублей за погонный метр. Как выяснилось из разговора с бурильщиками на Гагарина, у них заказ на 400 погонных метров. Если все так, то сумма складывается в 2,5 миллиона рублей. На такие заказы за счет бюджета мэрия по закону обязана проводить торги. Информацию о них нам тоже найти не удалось. Зато на днях выяснилось, у мэрии перед АГК есть долг. Достался он в наследство после правления Илая Ахметова. Так случилось, что Русал переплатил городу в бытность Ахметова 36 миллионов рублей за аренду земли. И АГК уже дважды подтвердил это в судах. Весь 2021 год, как стало известно на недавней комиссии Горсовета, Ачинск этот долг уменьшал. С учетом того, что в течение 2021 года платежи Русалам не вносились, на 1 января 2022 года переплата Русала перед администрацией составляет 10 миллионов рублей. По словам Галины Гришиной, рассчитываться с АГК мы будем еще половину следующего года. Слава богу, не живыми деньгами, а зачетом в счет аренды за землю. Если так, то этот долг город перед Русалам погасит. Не исключено, что у мэрии обнаружатся другие обязательства перед крупным бизнесом. Впрочем, не буду утверждать, что эти две истории про землю под застройку и многомиллионный долг перед АГК как-то связаны. Это могут быть случайные случайности. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, телеканал ОСА. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в сети клиника «Аудионика» 14 лет. В честь дня рождения мы дарим скидку 5000 рублей. Каждому при покупке от 200 рублей. 30 в 100. Аудионика. Компания «Синт» представляет тариф «Интернет плюс телевидение» 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. В горы электротранспорт на постоянную работу требуются кондуктор, слесарь-электрик, электромонтер тяговых подстанций, механик, маляр, водитель трамвая, токарь, слесарь по ремонту подвижного состава, тракторист. Предоставляется жилье и соцпакет. Обращаться по телефону 8 950 401 54 26. Ачинск, Кравченко 40. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Всем привет, это дайджест и подборка коротких новостей, которые вы могли пропустить. 40% водителей Красноярского края признали, что садились за руль пьяными. Это результат анонимного опроса портала Дром.ру. В нем приняли участие 13,5 тысяч человек из разных регионов страны. Варианты разные. Кто-то честно признается, что ездит пьяный. Другие практикуют такое вождение. Третьи один раз и то не помнят когда. Еще 500 человек попадались за пьяной ездой повторно. С сегодняшнего дня вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. Это изменение в постановлении главного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева. По его словам, власти намерены проявить от коронавируса не менее 80% из этих категорий. Такую цель хотят достичь к середине января 2022 года. Закладчика из Ащенска суд приговорил к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он приобретал крупные партии наркотиков через интернет, фасовал их на более мелкие дозы и делал закладки в разных районах города. У него дома и в тайниках обнаружили и изъяли 380 свертков. Парню всего 24 года. Ащенцы жалуются на технические сбои в работе госуслуг. Они не могут записаться на прием к врачу и на вакцинацию. Такие же проблемы и на веб-регистратуре. Напомним, на прошлой неделе портал госуслуг тоже давал сбои дважды. В том числе аннулировал сертификаты о вакцинации. Жители края больше всего раздражают дорожные ямы. Это вывод специалистов Центра управления регионом. Структура создана в прошлом году. В каждом регионе его специалисты следят за жалобами в соцсетях и сообщениями СМИ, чтобы затем передавать их по ведомствам и службам для решения проблем. В октябре четверть всех комментариев в интернете связаны с плохими дорогами. В списке недовольных есть и Ачинск. Ачинцы могут поделиться теплом своих сердец, приняв вместе с телеканала МАСА и газетой «Город А» участие в акции «Дари добро» и «Тепло в дом». Эта акция проводится для психоневрологического интерната в Ястребове. Сегодня в интернате 110 жильцов, половина мужчин, половина женщин и 90% в возрасте 60+. Многие из них малоподвижные, есть те, кто и вовсе не передвигается сам. Все они нуждаются в уходе, заботе и внимании. Чтобы поделиться частичкой своего тепла, вам достаточно купить или связать самим варежки, носки, шарф обычный или манишку, шапку, муфту для рук или плед. В силу возраста жильцов носочки должны быть с широкой верхней частью. Передать вещи можно до 8 декабря включительно, прямо в интернат по адресу село Ястребово, улица Новое, строение 6, или через центр семьи и помощи детям, который находится на первом юго-восточном районе 7А. Также вы можете принести вещи и в редакцию телеканала ОСА на Крупской, 28, второй этаж. Все собранные вещи мы обязательно передадим жильцам интерната, и каждая варежка, носочек или плед найдут своего нового владельца. Дарите добро и тепло в дом. Дарите добро и тепло в дом. Дарите добро и тепло в дом.